Всем добрый день! Дали мне жезл в руки. Да, пульт. Но еще раз представлю, Сергей Матвеев, город Арзамас, Нижегородская область. Я не знаю, как раскрыть тему рекрутирования за 5-7 минут, которые мне выйдет, но я буду чуть понаглее, как Екатерина Дудко, и чуть больше займу это время, потому что на самом деле тема важная, и ее, мне кажется, вообще-то тема такая, знаете, длиною во всю жизнь. Каждый из вас прекрасно понимает, что самые большие деньги нам платят за что? За построение директорских команд. Не просто команд, а именно директорских команд. Да, и основные деньги заложены здесь. Все мы с вами бонусы получаем, поездки, конференции тоже именно за построение команд. И у каждого лидера в своей команде есть какая-то бизнес-система, есть какое-то сопровождение, есть обучение для этого. И рекрутирование является, наверное, самой главной основой. Вот почему-то пролистнулся. Пролистнулся. Где у меня слайд? Наташа. Вот. И рекрутирование является самой главной основой для этого. Да, вот многие люди, я вижу на начальном этапе, по крайней мере, рекрутируют ради рекрутинга. То есть плюс там одну регистрацию поставить, где-то может быть там лайков набрать в чате, кто работает в онлайне и так далее. Я считаю, что это бессмысленно, это неправильно, потому что рекрутировать нужно для того, чтобы найти ключевых партнеров в первую очередь. И я поделюсь некоторыми такими короткими, наверное, тезисами, вокруг которых и крутится вся важность этого рекрутирования. Да, что когда вы хотите новые бонусы, нужно рекрутировать. Да, если вы хотите там новые какие-то звания, нужно рекрутировать. Если вас не устраивает темп вашего роста, ваша команда, нужно рекрутировать. Ну, доходы, понятно, что они тоже подвязаны полностью. Ключевые партнеры. Опять же, да, есть статистика, что мы с вами среди большого количества рекрутинга, мы с вами находим ключевых партнеров. Тех людей, которые готовы расти, развиваться вместе с вами, в ногу со временем, в ногу с компанией Reflame и так далее. И вот очень важный момент, да, когда перестают работать одни партнеры, на их место нужно приглашать больше. То же самое, как со списком целей. Если у вас, вы выполнили одну из своих целей, своего списка желаний, нужно, да, вписывать новые две. Выполнили следующие, еще новые две вписали. Также и здесь. Все подвязано полностью к рекрутированию. И очень важный момент по поводу приглашений на встречи, да. Вот я тоже иногда вижу, как бывает ошибка у новых партнеров, они рекрутируют, опять же, ну, не знаю, как там, с целью рассказать, может быть. Или с какими-то своими мыслями, со своими целями, да. Иногда люди делают ошибку, когда в новых людях в плане рекрутирования видят не потенциального лидера своей команды, а вот, знаете, там, скажем, человечка с баллами на ножках, да, мы по-другому еще иногда называем. То есть иногда, может быть, растущему менеджеру или ключевому партнеру не хватает какое-то количество баллов по спонсорски, может быть, баллам, да, или, там, на каком-то новом уровне. И вот у него в глазах не доллары, а баллы, да, и в людях он видит баллы, что, то есть сейчас он зарекрутирует, они сделают баллы, он сделает свои результаты. Вот это тоже большая ошибка, потому что к рекрутингу нужно походить с позиции, как я могу помочь этому человеку своим предложением. А если у него все хорошо в жизни, тогда какие возможности он может здесь увидеть в компании Refn, да, возможности путешествовать, возможности машины получить, да, вообще возможности в целом своей жизни изменить. И как уже было, хотел сказать, на предыдущем слайде, которого почему-то не поставили, да, самое главное – это верное распределение этого времени, потому что вот 70-80% времени нужно уделять именно рекрутингу. А вот 20-30% – это сопровождение. Очень часто многие люди делают, ну как многие, наверное, не многие, многие, наверное, начинающие делают ошибку, да, они больше сопровождают, потому что сопровождать приятнее, сопровождать легче, да, учить, так вот вообще мы все любим с вами учить, да, и вот я иногда вижу, как ключевые растущие партнеры, они пытаются из троих новичков сделать четыре директора. Знакома вам такая ситуация, да, когда вот, ну чуть ли не за уши, там, ну самое главное – будь директором. Вот, а это тоже неправильно, потому что все-таки нужно рекрутировать, и тогда, в принципе, все будет. По поводу количества методов, тоже видим, как мне иногда бывает засада, когда человек останавливается на одном методе. У него он, может быть, не идет, но вот, знаете, например, у меня в соцсетях вообще не идет, там, мне хоть золотом обсыпь эту там страничку, да, но вот люди не реагируют. Хотя вроде бы все есть, и контент есть, и результаты, и так далее. А у кого-то идет в соцсетях. Вот здесь, чтобы такого не было, там, про буксовки и так далее, всегда нужно иметь несколько методов рекрутинга, да, в идеале, там, пять, шесть, семь методов рекрутинга. Да, пускай у вас будет какой-то основной, любимой, но помимо этого можно все равно заниматься другими. Может быть, это платный, может быть, бесплатный, может быть, эти, знаете, там, нативные, пассивные методы рекрутинга, да, кроме основного. И даже если, к примеру, вы где-то устаете, с одним методом его всегда можно поменять на другой. По поводу количества регистраций. Нам об этом говорит и компания, да, и руководство компании. Это написано в книгах, об этом говорят все лидеры, что если человек хочет расти, если он является восточным ключевым партнером, то от трех до двадцати регистраций должно быть в каталог. Три, ну это как, что такое три регистрации? Одна регистрация в неделю, да? Что такое одна регистрация в неделю? Ну это, наверное, практически человек ничего не делал, да? Если он хочет именно деньги зарабатывать, если он хочет, ну, звание делать. Двадцать – да, десять – да, пятнадцать – да, то есть это уже определенные показатели. Вот это вот те цифры, которым нужно придерживаться, особенно растущим менеджерам, да, растущим ключевым партнерам. И по поводу тоже презентации. Все презентации у них должно быть в большом случае быть три итога, да? Вы видите на слайде. Да, нет, подумаю. И на каждый итог у вас должны быть четкие рекомендации, четкие какие-то заготовки. Вы должны, ну, любой ключевой партнер должен понимать, что если ему говорят «да», ну, это супер, да? Если ему говорят «нет», ну, «нет» не бывает, не означает никогда. Скорее всего, «нет» – это когда-нибудь. Просто нужно, ну, с человеком продолжать дальше общаться. Если подумать, то помочь ему принять решение. Да, не просто там оставлять это дело на этом уровне. Рекрутирование, вот, мне надо задать вопрос, скажите, пожалуйста, рекрутирование – это количественный или качественный метод? Многие не подумают, говорят, качественный. Я говорю, нет, друзья, я говорю, количественный. Потому что качественный – это означает, что, опять же, из трех новичков сделать четыре директора, да? Вот, и опять же, если человек много рекрутирует, то количество перейдет в качество, как вы считаете? Да, однозначно перейдет. Количество перейдет в качество, если много регистрации. Человек не сможет, так скажем, ну, уж, там, не знаю, бить с уломом об стену, да, и не улучшать качество. А вот из-за малого количества, ну, я не уверен, что будет качество. Так что все-таки рекрутирование – это количественный метод, и здесь важно, да, важно именно количество. Ну, и по поводу тоже очень интересная такая фраза, да, когда мы с вами слышим, что наши ключевые партнеры, которые к нам приходят, говорят, я хочу в России, они говорят, я много рекрутировал, да, я вчера много сидел перед компьютером, я в течение этой недели много там обзванивал, много приглашал. Вот когда меня люди говорят фразами, словами, я говорю, цифры, важны цифры, не надо мне вот этого, знаете, там, мир во всем мире, много. Я говорю, скажи в цифрах, много – это сколько? Сколько в часах, сколько в людях, сколько в днях, сколько страниц, сколько отправленных текстов, сколько было диалогов презентационных, да, сколько было в цифрах? Потому что много, говорю, ну, а что такое много? По отношению к кому? По отношению к чему? Почему ты думаешь, что твоего много – это на самом деле много? Я очень часто смотрю выступления, стараюсь не пропускать выступления всех топовых лидеров, которые растут. Их много, это другие цифры. Поверьте, это другие цифры. Если мы говорим про онлайн, когда люди пытаются рекрутировать на холодном рынке, отправляя по 10 сообщений в день, но это ни о чем. Вы послушайте людей, которые в онлайне выросли. О чем они говорят? Что минимум от 100 сообщений в день и более. Это минимум, при котором будет одна регистрация. Не факт, что это будет заказан. А когда новичок 10 регистраций отправляет, 10 сообщений и потом что-то хочет, вот это его много. Но и красной нитью должно быть в этой теме, в этом выступлении, что рекрутирование и сердцебиение нашего бизнеса. Потому что все полностью подвязано именно к рекрутированию. Многие говорят, кого приглашать? Да все. Вы прекрасно понимаете, что приглашать нужно все. Вот сегодня кто-то делился своей историей здесь. Из вас многие сидят в зале, каждый из вас пришел по разным методам. Кто-то пришел вон через онлайн, кто-то через инстаграм, кто-то через велос, кто-то через продукт, кто-то через знакомых. Просто не будем мы сейчас делать опросы. Но рекрутировать нужно всех всегда и везде. Потому что многие люди приходят не сразу. Многие люди не сразу доверяют. Многие люди не сразу рассматривают в RFM те шикарные возможности, которые нам предоставляют компания. И вчера я искал фотографию в интернете, ну картинку, но я ее не нашел. У меня дома висит на стене. Да, вот эта фраза «рекрутирование решает все проблемы». Эта фраза написана на просто, вы знаете, полотне икры красной, черной. Может кто-то видел, такая есть штука, да, то есть. Вот. Но я не нашел ее и нашел другое. Рекрутирование на самом деле решает все проблемы. Но вы знаете своих топовых лидеров, вы знаете других топовых лидеров, да. Если есть рекрутинг, будут звания, будут деньги, будут новые квартиры, будут новые машины, будет новая одежда, будут путешествия. Все будет хорошо. Просто нужно это делать большим количеством. Нужно четко понимать, сколько я должен в день сделать переписок, сколько у меня по планам на неделю, на каталог. Я тоже вижу, как многие люди, не планировав, называют цифры из головы. Вот, к примеру, сейчас началась классная рекрутинговая компания, и многие новички говорят, я хочу телефон. А он не понимает, сколько нужно в день, он просто хочет телефон. А важно понимать, да, он, так в первую очередь, лидер должен понимать, во вторую очередь, он должен понимать, сколько он должен в день сделать сообщений, там, я не знаю, переписок, контактов, чтобы в лучшем случае заработать этот телефон. Так что вот четкое планирование, четкое планирование в цифрах. Не надо много, не надо я работал, да, сколько. Сколько ты сделал, и сколько нужно тебе сделать для конкретного твоего результата. Иногда бывает такое, что люди говорят, а сколько нужно? Я говорю, столько, сколько нужно. А сколько тебе нужно, до какого результата, в какие сроки? Вот исходя из этого, тебе нужно выстраивать свой график. Да, если ты сделал мало, ты хочешь там быть золотым директором или еще кем-то, ну, значит, делай выводы. Так что, друзья, рекрутируй, уменьшайте все проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо.